Привет, мои хорошие! Ну, вот и я вышила свой первый наборчик от Милхилл. Понравилось ли мне вышивать на перфорированной бумаге? Нет, это просто ужас какой-то! Как вы думаете, буду ли я еще вышивать наборы этой фирмы? Да! Да-да-да, и еще раз да! Потому что, несмотря на все эти неудобства работы с перфорированной бумагой, получается довольно эффектная вещь, и мне очень-очень понравилось вышивать бисером. Это мой первый опыт вышивки бисером. Здесь он вышивается крестом, ну, то есть два стежка, да, тогда бисеринки ложатся ровненько, и полукрестом в один стежок, тогда бисеринка слегка наклонена вбок. Получился у меня магнитик, вот такие вот коньки. Вышила я его всего за два вечера в подарок для дочери моей подруги. Дочку зовут Лера, она уже несколько лет занимается фигурным катанием и делает большие успехи. Правда, из-за тренировок мы не так часто видимся, Лере всего 8 лет, но мы с ней, можно сказать, подружки. Иногда Вика, это Лерина мама, когда мы собираемся в компании взрослых, у них в гостях, вот она говорит, Лера, давай иди в свою комнату и играй. Не видишь, тут взрослые сидят? Чего ты к Оле пристаёшь? Ну, она обычно на это отвечает, ну, мама, Оля же не взрослая. Вот так вот. Ну, конечно же, я не взрослая. В душе я ещё ребёнок, который хочет баловаться, играть, играть, играть. Так что пока на каких-то сборищах взрослые сидят за столом, ну, и общаются там на всякие серьёзные темы, я обычно играю с детворой. Вот, так что мы с Лерой дружим. Ну, сейчас всё её время занято школой и тренировками. Я вам вставлю в конце этого видео небольшой фрагмент её тренировки, и вы посмотрите, как она катается на коньках. Ну, а теперь ещё немножко о наборчике. Вот столько у меня бисера осталось и ниточек. Ну, может быть, на целую работу и не хватит, но я думаю, что он пригодится, пусть лежит. В целом, конечно, очень мне понравилась. Перфорированная бумага – это жесть, жесть, жесть. Это ужас какой-то, неудобно. Вообще мне не понравился, конечно, процесс. Ну, то есть ткань, если мы можем там на пяльца натянуть, на станок, то бумагу нет. И её приходится держать в руках. У меня даже немножко рука устала и довольно неудобно вышивать. Плюс, как вы знаете, я не люблю крупную конву. Тут она 14-го каунта. Я вот даже искала, думаю, вот если заменить. Искала, даже не нашла, чтобы конва вот такая перфорированная, она бумажная, да, чтобы она была 18-го каунта. То есть, в принципе, её, наверное, такой нет. Или, может, я просто плохо искала. Ну, и так же мне не понравилось, что, когда на обычной конве вышивка, то после стирки крестики, ну, так, новыми красками, да, можно сказать, сияют. Они так расправляются. А тут приходилось следить за тем, какие крестики получаются. Я старалась, конечно, поровнее вышивать. Ну, всё равно у меня не всегда это получалось, так как вышивка идёт в три нити. И бисер, конечно, у меня не идеально пришит. Ну, так как это мой первый опыт. Есть у меня ещё один наборчик. Я тоже его скоро буду вышивать, буду тренироваться. Так что буду заказывать ещё такие мини-наборчики. Быстро вышиваются. Такие приятности, такие милости, что я думаю, теперь Милхилл – это тоже одна из моих любимых фирм. Вот. На этом, наверное, всё. Ставлю вам сейчас отрывочек из тренировки Лиры. И побегу дальше вышивать. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!